Цифровизация городского пространства решили заняться власти Хабаровска. Недавно они анонсировали появление умных остановок. Удовольствие это не из дешевых. И вот сегодня наш корреспондент Наталья Приходько решила узнать у жителей большого города, а нужны ли им такие технологии. Как выяснилось, большинство недомодных гаджетов, и многим людям не хватает простых навесов с лавочками. В Хабаровске появятся умные остановки. Об этом в очередной раз заявили в мэрии. Правда, об этой программе говорили еще три года назад. Но, как говорится, обещанного столько и ждут. В общем, что там будет? Информационное табло, система навигации, дежурные кнопки, видеокамера системы «Безопасный город», кондиционер и обогреватель, ну, места для сидения и банкоматы, а еще Wi-Fi. Такие остановки уже есть во многих российских городах. Павильоны планируется установить пока на пяти остановках. Среди них храм Серафима Саровского, Кругосветка, и здесь, на педагогическом институте ТОГУ. Ну, разумеется, рядом ведь администрация города. Мы приехали в индустриальный район. Остановка общественного транспорта в сторону центра города, институт культуры. Остановка, которая сама на себя не похожа. Что же нужно людям здесь, а? Очень узкое место. Шире надо место сделать. Ну, и какой-то навес в дожди. Ну, как-то тоже неудобно и неуютно. Так, какое расстояние между проезжей частью и трамвайными путями. Вам тут Wi-Fi нужен? А что такое Wi-Fi? Какую-нибудь будочку надо, чтобы не было ветром. Остановка, торговый центр в Южном микрорайоне. Здесь есть все необходимое. Скамейки, навес. В общем, то, о чем как раз мечтают жители района институт культуры. А еще эта остановка известна тем, что у нее есть коренные жители. Правда, сегодня их нет? Ну, холодно. А так-то они здесь, они постоянно тут спят, лежат на лавках. Вот представьте, здесь появится вот такой теплый павильон. Да, и будут тогда эти люди, которые мерзнут, будут греться. Я так думаю, так, наверное, будет. Как вы их деликатно назвали? Будут ли пользоваться такие павильоны спросом у местной интеллигенции? Вы знаете, ну, конечно, они будут пользоваться по прямому своему назначению. Посмотрите, как облюбовали остановки в других городах. Далеко идти не надо. Вот фотография из Благовещенска. А с бомжами-то что делать будем? Определять. Улица Сидоренко в промзоне. Остановка общественного транспорта. Я понимаю, конечно, это не центр города и не жилмассив. Здесь, правда, находится несколько предприятий. И даже днем здесь есть люди. Ну, конечно, вид не очень. Мягко говоря. Мягко говоря, да, не очень. Вам тут умная остановка нужна? Это фантастика. Станулки-то нет. Я думаю, сейчас нужно на окраинах сделать, а потом уже там. В центрах своих? Да. Как бы скрасилось ваше ожидание автобуса здесь? Не знаю. Быстрее бы ходили. Вот вы знаете, нам стало интересно, а сколько может стоить конструкция для остановочного пункта? Мы зашли в интернет и посмотрели несколько сайтов. Вот, к примеру, конструкции из поликарбоната, цельносваренные или разборные. В среднем 100 тысяч рублей. Что касается умных остановок, самая простая обойдется в 1 миллион 200 тысяч рублей. А если с двумя павильонами и длиной до 14 метров, то 8 миллионов рублей. Не думаю, что эта остановка когда-нибудь поумнеет. В таком состоянии она уже не один десяток лет. Снимали мы этот остановочный пункт еще в октябре. Сейчас мы приехали, чтобы убедиться, что ничего не поменялось. По поводу ее состояния сначала мы обратились в управление транспорта. Но нас направили в управление дорог и внешнего благоустройства. Тогда же осенью мы написали запрос в это ведомство, но на него нам так и не ответили. Главное это стабильность. Наталья Приходько, Александр Шумихин. Большой город Лайф.